Мир вам, дорогое собрание! Я очень рад, что сегодня у нас есть такое важное служение. Я хотел в самом начале прочитать одну историю. Это Слово Божие, которое говорит о сердце нашего Отца Небесного, который желает примирения и возвращения всех заблудших и потерянных в Дом Небесного Отца. История эта записана в Евангелии от Луки в 15 главе. И я буду читать об одной семье, в которой было два сына. Мы читаем, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего, избыточествует хлебом, а я, умирая от голода, встану, пойду к отцу моему. И скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и персти на руку его, и обувь на ноги, и приведите откорленного теленкой, закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел. И отец-то заколол откорленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откорленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Аминь. Мое большое желание и молитва к Богу, чтобы ныне, сегодня, когда он будет говорить к нашим сердцам, никто не ожесточил свое сердце. Я знаю, что он будет говорить. Я переживал подобное в своей жизни много раз, когда я еще не имел его в сердце как спасителя. И сколько раз я уходил с тяжелым сердцем. Я помню такие моменты, когда я был на служении, никто не каялся. И когда меня не было, кто-то каялся. И я даже думал, ну почему так происходит? Мне хотелось увидеть хоть одно покаяние. И потом эти покаяния начались, и я был свидетель. И сколько раз я уходил с тяжелым сердцем, зная, что Бог говорил ко мне. Писание говорит нам. И это очень важный момент, я хотел его в самом начале сказать. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Мы не можем сами запланировать день своего покаяния или час, или сказать вот завтра, или на день рождения, или с нового года. Это нереально. И никто никого не может покаять. Мы можем обратить внимание вот этим служением на распятого Господа. Но выбор за каждым человеком. И когда Он сегодня будет говорить к вашему сердцу, если вы почувствуете, что это голос Божий, тогда откройте свое сердце. Это ваш шанс. Это ваша возможность. Я помню борьба, которая была в моем сердце, как однажды я разговаривал со своим папой. Ему было 80 лет уже. И он еще не был крещеный человек. Мы даже не понимали этого с детства, когда мы воспитывались в семье, и мама стала нам говорить о Боге, мы начали посещать служение. Мы думали, все нормально, мы не представляли нормальной христианской семьи. И потом, когда мы приняли крещение уже, вечеря Господня, мы смотрим, папа наш-то в вечере не участвует. И потом я понял, папа-то наш не крещеный. Наш папа ходил на все служения. И не было столь активного посетителя богослужений, как мой папа, в любую погоду, в любое время, с ночи или какая бы у него не была смена. Он всегда был на богослужении. Мы начали тревожиться. Наш папа не был член церкви. Он не принял святого водного крещения. Потом прошло время, наши родственники уехали в Германию. И я остался трудиться в Казахстане. Потом еще прошло много времени, и время шло, и шло, и шло. И вот папа мой несколько лет подряд приезжал к нам в Казахстан, жил в моей семье. И знаете, у меня не было мужества. Или духа не хватало поговорить с ним. Наш папа был очень и есть, очень строгий, нас держал вот так. И знаете, я так думал, часто говорил своей жене, ну, я бы мог поговорить с Назарбаевым, с президентом. Но с папой. Я не знал, как поговорить с ним. И как-то помню, вот я его отвозил уже на аэропорт, он у нас был пару месяцев. И было так тревожно на сердце. Я думал, я сам его увожу. Может быть, я его никогда не увижу. Господи, вот еду, молюсь, и вот осталось немножко времени. Он сядет в самолет, улетит, и я не говорил с ним вот так откровенно, как должен говорить. Я просто ехал и молился. Я сказал, Господи, ну помоги мне. Ну что мне говорить? С чего начать? Помоги мне, пожалуйста. Папа сидит молча. И вдруг, я вспоминаю один текст Священного Писания. Открой уста, и я наполню их. И я решил это сделать буквально. Я сказал, Папа. И он сказал, да, что? И теперь я должен был говорить. Я сказал, я хочу с тобой поговорить о крещении. Знаете, он натянулся, как струна. Он откинулся на спинку, сиденье, говорит, говори. Я стал говорить. Я сказал, Папа, я хочу тебе помочь. Мне кажется, ты перетянул. Ты же верующий человек. Я никогда не видел, что ты ругал маму. Мы никогда тебя не видели, пьяного, или человека, который курил бы. Но ты перетянул. Ты ждал, ждал. А потом мы пошли в воду. И все твои три сына уже являются служителями. И каждый из нас уже крестил много людей. Но ты не крещенный. Почему, Папа? И знаете, он заплакал. И говорит, ты прав, ты прав, ты прав. И остановил машину, помолились с ним вместе. Я говорю, Папа, вот приедешь домой. Подойди к пресс-фитеру и скажи, что ты хочешь принять крещение. Я так сделаю, я так сделаю. Знаете, прошло время, весна. Мой папа принял крещение. И потом он звонит по телефону и говорит, я принял крещение. Я говорю, давно пора. Вы знаете, мне очень важно было услышать это от Господа. Открой уста, и я наполню их. Есть моменты, которые нельзя пропускать. Это момент особой близости Бога. Иногда это относится к верующим людям. Когда Господь говорит, становись на колени и молись. Это час для твоего сына, для твоей дочери. Открой уста, начни говорить. И сейчас это очень важно, друзья. Чтобы нам молитвенно поддержать все это служение. Есть момент особого посещения. Я хочу сказать каждому, кто здесь находится, близко вы с Богом или далеко. Но когда он будет говорить к вашему сердцу, не откажите ему. Не ожесточите свое сердце. Откройте ему тогда свою душу. Мне рассказывали два братья. Служители, они как-то в России посетили одну местность. И там должно было быть тоже евангелиционное служение. Все так готовились. Их поселили в одной семье. И вот сестра верующая, где они жили, у нее был сын необращенный. Его звали Вилли. Вилли звали его. Ну как каждая мама ее можно понять. Она говорит, братики, ну поговорите с моим сыном. Ну поговорите. Ну не покаяны. Ну братья, ну вы же такие евангелисты. Ну давайте. И сына говорит, вот они сейчас будут с тобой говорить. Вот смотри, это особые братья. Они будут с тобой говорить. И знаете, брат, который мне это рассказывал, говорит, я целый час с ним говорил. Бесполезно. Я молился за него Господу. И на другой день, говорит, было евангелиционное служение. И столько собралось народа. Это был небольшой молитвенный дом, что вынесли все скамейки. Люди буквально вот так стояли один возле другого. И полный-полный дом собрался. И началось уже служение. И один брат проповедует. И вот брат, который мне свидетельствует, который беседовал за день с этим Вилли, он говорит, Господь мне говорит, скажи, чтобы Вилли покаялся. И я, говорит, сижу и думаю, ну как я ему скажу? Во-первых, не я сейчас проповедую. Но думает, когда вот буду проповедовать, ну что-нибудь такое скажу. Продолжается служение. И говорит, Господь мне говорит, скажи сейчас Вилли, чтобы он покаялся. Я думаю, ну сейчас пойду в эти ряды, вот так стоят все друг возле друга, ну метров семь примерно до него идти, это же нарушит благоговение. Ну подожду, когда этот брат кончит проповедовать, и потом подойду что-нибудь, ему шепну на ухо. Ну, говорит, Господь мне сказал, скажи Вилли, чтобы он покаялся. Я, говорит, помолился, встал, подошел к этому брату, извинился, говорит, дай микрофон. Вы представляете ситуацию? Повернулся к залу и говорит, Вилли, это твой час. И этот Вилли рухнул на колени, и стал каяться и молиться. И началось пробуждение. Началось пробуждение, люди стали каяться и молиться, и отдавать свои сердца Господу. Есть моменты особого посещения Духом Божиим наших сердец и наших собраний. И мы не можем это планировать, но когда он подойдет близко к твоему сердцу, когда он будет сегодня стучать своей пронзенной рукой и проситься в твою жизнь и предлагать спасение, прощение, когда услышишь глаз Божий, волнение, тревогу, чувство вины, и когда почувствуешь эту необыкновенную любовь Бога, не откажи ему, открой свое сердце. Это так важно. Мне хотелось начать с того, чтобы обратить внимание на второго сына. Вы знаете, внешне он выглядел лучше, чем его младший брат, который буквально оскорбил своего отца и ушел. Он был в доме. Он остался. Он даже работал. Мы бы так сказали, он даже где-то принимал участие в служении. Если так перевести, знаете, параллель такую, может быть, он в хоре пел. Он работал на поле. Мы не знаем, да, может быть, он отвечал за какое-то служение. Мы бы так могли сказать. Но его сердце не было с отцом. У него были большие проблемы. Вы знаете, многие вроде бы физически присутствуют, но они далеки. У них где-то уже произошел надлом. И это не все сразу происходит, что человек исчез, и его нету. Помню, в одном месте рассказывали, один брат как-то передает привет от одного брата, который давно уже в собрании не видят. Говорит, брат, привет нам передает. А говорят, а где он? А он сказал, что он духом с нами, говорит. А ему говорят, ну в следующий раз увидишь его, скажи, чтобы он тело свое принес, говорит. Мы хотим его видеть. Если он с нами, почему мы его не видим? Ну знаете, иногда можно и видеть человека, но он далеко. Однажды я был в одной поездке, и долго так получилось, в разлуке с семьей, очень люблю свою семью, тоскую. И сейчас тоскую. И помню, жена моя приготовила ужин, ну как обычно делают. Дети все меня ждут. Папа, папа приехал. И вот мы сидим уже за столом, все, там уже чай налили, помолились, начали кушать. И я, знаете, начал концентрироваться. Нет, так, у меня же братский совет, так. Так вот этот вопрос, вот, когда надо это вот не забыть, вот это, вот это. И все это собираем мысли. И вдруг слышим, моя жена мне говорит, Франс. Меня Франс звать. Франс. Я говорю, а? Она говорит, ты где? Я говорю, я на братском совете. Она говорит, вернись домой. Вернись домой. Знаете, я заплакал, сказал, прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Это было действительно неправильно. И знаете, я хотел бы сегодня многим сказать, может быть, вы думаете, что никто же не понимает вашей ситуации. И вы вроде бы дома, но вы не дома. Вы не с отцом. Ваше сердце не настроено. Может быть, вы не хотите сегодня видеть возвращение младшего брата. Вы знаете, вот этот сын старший, фактически, его сердце, оно же было в ужасном состоянии. Если обратить внимание на все, что он делал, он говорил отцу очень оскорбительно. Он очень дерзко говорил с отцом. Он говорил, это твой сын. Этим самым он как бы говорил, это не мой брат. Он не мой брат. Он не ждал его. Он не постился, он не молился, как сегодня молитвенные группы сейчас молятся о том, чтобы пришли и возвратили заблудшие сыновья и дочери. Это не входило в его планы. И когда он вернулся, он, знаете, он удивился, что случилось и собственно. Во всем этом приготовлении этого пира он понятия не имел. Он жил своей жизнью. Он внешне вроде был дома, но он не был дома. Он был потерянный, заблудший, далекий от отца. И я хочу сказать, вы знаете, Писание говорит нам, что люди падают, и мы это видим. Это бывает очень больно, когда падают те, с которыми мы вместе шли одним путем. Вместе молились, постились, вместе трудились. И вдруг смотрим, какой-то холодок остыл, запутался, заблудился. Друзья, Библия говорит нам, что упавшие встают и, совратившись, с дороги возвращаются. Но нужно откликнуться на призыв отца. Вы слышите? Может быть, вам кажется, что все уже потеряно. Может быть, вам ужасно стыдно. Может быть, вы с тоской вспоминаете время ваших близких отношений с Богом. Может быть, вы были в служении, в труде. И вы даже других людей звали на путь спасения. Но сейчас все остыло, потеряно. И кажется, возврата нет. Вы слышите? Отец вышел звать этого сына, который не хотел войти. Он не хотел войти. Он пришел домой, но это был не его праздник. Он не хотел войти. И мы читаем, Слово Божие говорит нам, что он сказал, «Вот, я столько лет служил тебе, никогда не приступал по велению твоего». Отец звал его. Отец выйдя звал его. Друзья мои, может быть, есть такие люди в нашем собрании. Может быть, об этом не подозревают ваши близкие и родные. Может быть, ваша собственная жена не знает, что происходит в вашем сердце. Может быть, осталась одна форма, и нету этой жизни. Может быть, у вас есть определенный страх, и вы понимаете, что что-то не так. Может быть, у вас уже нету силы оторваться от этого греха, и вы просто по инерции идете и грешите, и грешите, и грешите. Но сегодня Отец вышел и зовет вас. Помню историю одного пастора, служителя, пресвитера. Приехал он как-то в нашу церковь. Он сам был из Германии. Он рассказал, когда он был подростком, его папа тоже был пресвитер церкви. И, говорит, ситуация была такая, что мой отец думал, что я один из лучших сыновей. Но я был очень далек от Бога. Меня, говорит, привозили на собрание, говорит, и в этот момент, недалеко от дома молитвы, у нас был огромный супермаркет, и мы с молодыми людьми умудрялись во время собрания обворовывать этот супермаркет. Были такие моменты, я настолько далеко ушел от Бога, но отец думал, что я очень хороший, благочестивый и верующий юноша. И вот однажды все так уже вошло в колею, мы уже не могли без этого, это нам начало нравиться. Вы знаете, один грех рождает другой грех. И человек становится рабом греха, и он ничего не может уже сделать. Один момент, когда мы с друзьями опять обворовывали этот супермаркет, говорит, и мы уже, казалось, вот почти вышли, но, оказывается, нас уже давно вычислили, высветили через видеокамеры, и нас уже ждала полиция. И тут нас просто в огромном фойе, нас схватили за руки вот всех этих молодых людей, и я стоял с одной стороны, один полицейский, с другой стороны другой, и мы стояли, и я, говорит, самое большее, что я боялся в этот момент, я боялся, что об этом узнает мой отец. Я готов был попасть в тюрьму, я готов был, говорит, что угодно. Я врал, я выкручивался, я придумал другие имена, фамилии, адреса, и так далее. Я хотел, по крайней мере, оттянуть эту ужасную встречу с отцом. И в этот момент, когда я вот тут говорил, объяснял что-то, и так далее, вдруг автоматически открывается дверь супермаркета, и на пороге стоит мой отец. Я не знаю, говорит, как он там очутился. Он редко бывал в этом магазине, но в этот момент он стоял там. И когда отец увидел вот эту всю картину, увидел молодых людей, окруженных полицейскими, и увидел своего собственного сына, которого держали полицейские, он говорит, я увидел в глазах моего отца «Боль! Боль и горе!» И я, говорит, сколько было сил, рванулся, и вырвался из рук полицейский, говорит, и побежал к своему отцу. Я просто уткнулся, говорит, лицом ему в грудь, и мне было стыдно, страшно. Я столько боли принес своему отцу. И я начал плакать. Люди примерно ориентировали, что здесь происходит, и это, знаете, как-то замерло все общество людей. Но, говорит, по мере того, как я плакал, рыдал, я почувствовал вдруг, руки отца легли мне на плечи, и потом отец стал потихоньку меня прижимать к себе, и все сильнее, и все сильнее, и все сильнее. И когда я держнул и стал медленно поднимать свое лицо, чтобы посмотреть в лицо своего отца, и когда, говорит, наши глаза встретились, я понял, я прощен. Я прощен. Отец простил мне эту вину, и я стал новым человеком. Я, говорит, искренне покаялся, и я пошел этим узким путем, которым шла моя семья, отец, мать, и он впоследствии стал служителем. Друзья, сатана очень удерживает людей. Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание, что Писание говорит нам, что мы живем в последнее время. Это время, в которое люди будут иметь вид благочестия. Это время притворных христиан. Это время, когда люди будут делать вид, что у них все нормально, но у них будет разрыв с Богом, надлом, потеря, неуверенность, неутвержденность, грехи, скрытые под этим тонким слоем видимого благочестия. И если это ваше состояние, друзья, и вам просто страшно, что вы будете обнаружены, я понимаю, что сатана вас обманывает. И вам кажется, если я сегодня откроюсь, что подумают мои родители, что подумают близкие, что подумают верующие люди обо мне же такого высокого мнения, я же уважаемый и являюсь верующим человеком, но, друзья, скоро откроется вечность. И Библия говорит, все тайное станет явным. И нет ничего сокровенного, что не обнаружилось бы. И поэтому, если сегодня Отец зовет тебя домой, тогда не сердись, не огорчайся, не припирайся, не оправдывайся, если Он сегодня зовет тебя в свои объятия, если ты даже, видимо, в доме Отца, приди к Нему, покайся, попроси у Него прощения. Библия говорит нам, что человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно будет сокрушен, и ему не будет исцеления. Сегодня день благодати, сегодня возможность примирения с Богом, сегодня можно восстановить эти утраченные отношения. И Писание говорит, на молодые люди падают, но, надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Я знал одну семью, в которой, знаете, что-то было ненормально, мы не могли понять. Иногда, знаете, ну, такие, ну, скажем, христиане, ходят на собрания, но нету жизни, нету служения, нету благословения, и мы не могли понять, в чем дело. Потом прошли годы, эта семья уехала, и как-то Бог свел меня с этой семьей в одном городе, они приехали, узнали, что я там, и я увидел, они очень встревоженные, и он мне рассказал историю. Вдруг, какой-то момент, у него неожиданно, кровь пошла из горла, он испугался, знаете, это было настолько неожиданно, у него просто кровь пошла изнутри, я думал, все, это конец, я умираю. И он закричал, позвал свою жену, и говорит, иди быстрее сюда. Когда она это увидала, она хотела вызвать скорую, он говорит, нет, нет, я тебя не за этим позвал, я умираю, я не могу так умереть. И она говорит, что такое? И он ей открыл, что он ей изменял. Много лет. Это было ужасно. И он говорит, прости меня, я стою перед вечностью, сейчас откроется небо, я вижу, что я умираю. Ну, конечно, она ему простила. Он каялся, молился. Вы знаете, все остановилось, и Бог сохранил ему жизнь. И я думаю, какой Господь добрый, какой милосердный. Писание говорит нам, не будь как конь, как лошак несмысленный, которого челюстью нужно обуздывать удилами. Друзья, Бог не хочет вот этих проблем в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему. Он не хочет, чтобы вести нас особыми трудными путями. Вы помните, есть история в Библии, когда про Авраама, героя веры, и его племянника Лота. И вот Лот, вы знаете, поступил неправильно, племянник по отношению к своему дяде. И он выбрал лучшую землю, худше оставил своему дяде. И он сказал, что у него были планы, что он не пойдет в Содом и Гоморру, города, в которых был страшный грех и безбожие. Он раскинул шатры свои до Содома. Но когда Бог в плане своем принял решение уничтожить эти города огнем и серою, и потом выводит его оттуда, вы знаете, это же такая милость. Это же такая милость. Но до этого что было? До этого был момент, когда пришли цари и взяли в плен жителей Содома. И между ними был и Лот тоже. И Лот был взят в плен. И потом Авраам берет своих слуг, сродников своих всех, и освобождает вот этих всех людей, и Лота, и семью освобождает. И как должен был отреагировать Лот? Он должен был упасть на колени, сказать, дядя, прости, я все понял. Но он так не сделал. Он вернулся в Содом. И это очень страшно. Иногда, знаете, по кочкам, кажется, идет наша жизнь. Проблемы. И вроде бы человек думает, ах, надо измениться, надо покаяться. Друзья, я не знаю, сколько Бог кому дает шансов. И я так подумал, может быть, для кого-то сегодня это последнее служение. Только не подумайте, что мы хотим кого-то пугать. Нет. Это реально. Завтра, может быть, кого-то из нас не стать. И если Бог своей огромной любви сегодня говорит, что праведник семь раз упадет, но если он покается, Господь восстановит его. Если сегодня Отец вышел на твою дорогу и сделал так, что происходит эта встреча Отца Небесного с Тобою, видимо, верующим, но внутри потерявшим эту благодать, внутри, согрешающим, живущим в грехе, томящимся сердцем, это твой час, это твой шанс, это твоя возможность, и это твое время. Как важно это понять и обратить на это внимание. Теперь мне хотелось, чтобы мы немножко посмотрели на другого сына, младшего сына. Он ушел. Он совсем ушел. Он не был с отцом, он не был в Доме Божьем, он не был в церкви. Он жил безбожной жизнью. Был момент в его жизни, когда он очень оскорбил своего отца. И вы знаете, кажется, как Отец мог его любить? Вы знаете, в моей жизни были такие моменты, когда я был на дне греха, когда я сделал столько же греха, и мое сердце тосковало, подобно вот этому блудному сыну. И я думал, ну неужели меня можно любить? Неужели меня можно простить? В чем была его вина? Вы знаете, по закону того времени он хотел получить то, что он мог бы получить после смерти отца. Другими словами, он как бы говорил своему отцу, требуя вот положенную ему часть, он говорил, я устал ждать, ты никак не умираешь. Мне сейчас нужны эти деньги, я хочу сейчас получить это наследство. Это было очень оскорбительно для всех друзей, родственников, которые знали этого отца, и знали, что он требовал, требовал, потому что ему казалось, ой, когда это будет? Вот сейчас дай мне. И знаете, это было очень больно отцу. И я думаю, как смотрели люди, которые наблюдали за этой семьей, вот как жестоко поступил этот сын. Знаете, как многие люди обманутые, как многие люди хотят получить только что-то. Сколько я знаю примеров, когда люди приходили и говорили, ой, мой сын умирает, помолитесь. Мы молимся, сын выздоровел, они ушли. Ушли. И больше не вернулись. Ушли на эту погибельную дорогу. Вы знаете, дай мне, дай мне, дай мне. И многие люди, они ищут только руки Бога. Но надо искать лица Господа. И это очень важно. И казалось, сначала было все нормально. Он собрал все и пошел в дальнюю сторону. И пока были деньги, были друзья. Но потом он все потерял. Все расточил. Всего лишился. Остался абсолютно один. Вы знаете, вот так поступает дьявол. Заманивает человека, обманывает человека. И потом, когда он уходит от Бога, он оставляет его один на один с этой проблемой. И некоторые люди кончают жизнь самоубийством. Некоторые люди настолько ожесточают свое сердце, что они уже не хотят слышать о Боге. И так далее. И он ничего не имел. И он пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пастись свиней. Это было очень унизительно. Это было очень тяжело и трудно. И мы читали, что он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И потом, о благословенный момент, когда Дух Святой посещает заблудшего грешника. Мы читаем, придя же в себя, пришед в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Друзья, я знаю очень многих людей, которые правильно рассуждают о Боге, которые говорят, да, конечно, с Богом лучше и с Богом правильно, но они остаются на погибельном пути. Правильные рассуждения еще ничего не меняют и правильные мысли даже еще ничего не меняют. Это уже неплохо. И, может быть, сегодня кто-то сидит в этом зале и думает, ну да, конечно, с Богом было бы правильно, с Богом было бы лучше и, конечно, вы, может быть, даже верите в рай и знаете, что есть ад, и вы слышали о том, что Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте из-за вашей грехи, и вы где-то, может быть, это оттягиваете, вы, может быть, свыкли с этим состоянием или, может быть, вам ужасно стыдно и вы думаете, ну как я вот с этим багажом, с этим грехом, как я пойду и посмотрю в глаза Отца Небесного. Это же нереально. Но если сегодня Дух Святой касается вашего сердца, если у вас появляются мысли о возможном возвращении в дом Отца, о, не пропустите этот момент. Это день вашего посещения. Это день, когда Бог в своей огромной любви ради Сына Своего продлевает свое долготерпение и предлагает вам вернуться. Он пришел в себя. Что это за состояние? Вы знаете, представляете себе, это когда человек отходит от наркоза, ему под наркозом сделали операцию, и он ничего не знал, и вдруг он пришел в себя. Ужас! Это я! Это как я мог это сделать? Как я очутился в таком состоянии? Как я мог плюнуть в лицо Отца? Как я мог его так оскорбить? Я же разрывал раны Сына Божьего. Я же виновен. Почему я это сделал? Может быть, вы знали это? Может быть, вы уже касались этой благодати? А может быть, никогда об этом и не знали, и не слышали, и не практиковали? Сегодня мы хотим сказать вам, что Иисус Христос умер за грехи каждого человека. Он умер из-за твоей грехи. И Бог в Своем Слове сказал, что кто поверит заместительную смерть и жертву Сына Божьего, кто признает себя грешным и виновным, и обратится в молитве покаяния к Отцу Небесному, того он простит ради Своего Сына. Но человек должен обратиться в молитве покаяния к Иисусу Христу. Человек должен сначала сказать «Я согрешил!» И вы знаете, блудный сын, он это сказал, он пришел в себя, и он сказал, что я я согрешил! Я согрешил! Я согрешил против Отца неба и земли, и я виноват! И он думает, что же мне делать? Я вот здесь умираю с голода. В доме моего отца слуги живут лучше, а не избыточествуют хлебом. Но пока он так думал, еще ничего не поменялось. И потом мы читаем то, что должен сделать каждый человек, чтобы получить прощение. Он встал и пошел. Он встал и пошел. О, это непросто! О, это очень трудно! Потому что стыдно! потому что виноват! Потому что очень согрешил! И сатана удерживает, обманывает человека! Но что помогло этому сыну? как он пришел в дом отца! я хотел остановиться на некоторый момент, и возможно это поможет и вам сегодня. Первое, это был ожидающий отец, это было сердце отца, любящее сердце отца. он не знал этот сын, что отец стоит на дороге и ждет его. Я думаю, он себе так представлял потихонечку, где-нибудь там дворами подойду и где-нибудь позову кого-нибудь из слуг и спрошу, ну как отец сильно ругался, нет, что там говорили, когда меня нету, как там в конюшне хоть какое-нибудь свободное место есть, или может быть он думал, кто-нибудь пойдет и потолкуется цом и уговорит его и скажет, чтобы отец его принял наемником. И вот когда он шел виноватый, оборванный, грязный, признающий свою вину, вдруг он увидел на дороге кто-то бежит ему навстречу. Это был его отец. Это был его отец. Это было настолько невероятно. Что, что, но это он не ожидал. Отец бежал ему навстречу. И он бежал к нему с распростертыми объятиями. И сын побежал ему навстречу. Друзья, ожидающий отец, любящий сердце отца. Это то, что поможет вам. Он любит тебя. И мы читаем в Слове Божьем, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты имелся в виду там, дорогой друг. Это и ты, и тот потерянный. Из-за тебя Иисус умирал там на кресте. И это очень важно. Что еще помогло ему? Признание вины. Я согрешил. Я согрешил. Друзья, очень многие люди оправдываются. Сатана обманывает многих людей. Я помню, в нашем служении была одна женщина. Я еще был тогда молодым человеком. Она никак не могла покаяться. Никак не могла покаяться. Из-за нее многие молились и так далее. И вот как-то она подошла к нашему пресс-фитеру и говорит, я не знаю, говорит, я хочу на небо. И я слышу, что вы говорите, что на небо нельзя попасть без покаяния, но у меня нету грехов. И я, говорит, уже думаю, может быть, мне сделать какой-нибудь грех, чтобы потом покаяться, если другого пути нету на небо, и потом попасть на небо. И мы поняли ее проблему. И пресс-фитер объявил, очень многие люди молились за нее. И однажды, вы знаете, никакого особого служения не было, кажется нам, и особых призывов, но Дух Святой показал ей, что она виновата. Вы знаете, она выбежала наперед, она не плакала, она рыдала, она кричала, она буквально упала, упала, распростерлась на полу и кричала к Богу о помиловании, что Бог ей простил грехи. И когда потом, после этого, наш пресс-фитер с ней беседовал и говорит, Нина, так что были грехи? Она говорит, вот так. от подошвы ног до темени головы. Это делает Дух Святой. Он погружает нас в сознание вины, и мы начинаем понимать. И поэтому это так важно. Услышать то, что говорит Господь. Он покажет нам нашу испорченность, нашу неправду, нашу неверную жизнь. И если Он это открывает в твоем сердце, и ты начинаешь понимать свою вину, не убегай, не прячься, не уходи. Голгофа, она открывает не только тяжесть вины, она показывает великую любовь к Господу. И когда мы встречаемся с распятым Господом и смотрим Ему в глаза, мы видим, как ужасен грех. Он пригвоздил Сына Божьего к кресту. Но когда мы дальше смотрим и видим свою вину, я виноват, я виноват, я согрешил, вдруг, мы начинаем видеть, что Он любит нас, и Он хочет нас простить. И вот этот Сын, вы знаете, у Него была приготовленная молитва, я думаю, это очень важно, разговор с Отцом, начните говорить с Богом, даже если вы не знаете, как. Вы знаете, Он готовил речь, возможно, вы сейчас сидите и думаете, хорошо, я пойду, но что я скажу, как я буду молиться, я не могу молиться. Вот некоторые так красиво молятся, у меня так не получится, что я должен сказать? Вот этот Сын, он приготовил молитву, он думает, так, если я встречу с Отцом, и я скажу Ему, отче, я согрешил против неба и пред Тобою, я не достоин называться Сыном Твоим, прими меня в число наемников, он как стихотворение это выучил уже, и вот уже Отец бежит Ему навстречу, и сердце Сына, и Он падает в объятия Отца, и Он начинает говорить с Отцом, это то, что должен сделать каждый виноватый человек пред Богом, каждый согрешивший, начните с Ним говорить, откройте Ему свое сердце, вам не надо все это говорить, скажите, я виноват, я виноват, вы знаете, Он приготовил гораздо длиннейшую речь, если так внимательно посмотреть по тексту, но Отец поцелуем, закрыл Ему уста, и сказал, сын мой, ты пропадал и нашелся, я ждал тебя, я любил тебя, я никогда не забывал о тебе, я стоял на этой дороге, как давно я хотел, чтобы ты вернулся, друзья, не только сегодня, вчера, и третьего дня, Он любил вас, Он ждал вас, Он с распростертыми объятиями был в вашу сторону, Иисус Христос протягивает к вам сегодня свои пронзенные руки и говорит, кто бы попросил меня, я бы простил его, кто бы обратился ко мне, кто скажет, я виноват, я согрешил, я прощу ему, сначала я согрешил, прости меня, потом прощение, которое дарует Отец Небесный, Он приходит в глубоком смирении, это помогло ему, Он приходит сознанием своей испорченности, недостойности называться Сыном, и вы знаете, человек должен именно с таким сердцем идти Господу, что он не достоин быть Сыном Божиим, но Отец хочет нас делать сынами и дочерями своими, и я иду уже к концу, я хотел бы, чтобы вы сейчас были очень внимательны, я верю, что многие сейчас молятся, и Господь будет говорить к вашему сердцу, и я так себе представляю, как некоторые сейчас тоскуют, может быть, те старшие сыновья и дочери, которые понимают Бог, знают правду их жизни, может быть, те, которые были с Богом и ушли, может быть, те, которые заблудились, как этот младший сын, может быть, вы собираетесь с мыслями и думаете, как сказать, что сказать, как пойти, одну иллюстрацию, и потом, я хотел пригласить вас сделать выбор и откликнуться на призыв Отца Небесного, в это время хористы будут что-то петь, я слышал историю, как один человек наблюдал такую картину, они ехали в поезде, в купе, и он говорит, попутчик, который ехал с ним в купе, вел себя очень странно, он ничего не мог понять, он молчал и не разговаривал, но, говорит, каждый раз, когда поезд останавливался у какой-то станции и замедлял ход, вот этот странный пассажир подходил к окну и хотел рассмотреть название этой станции, и когда он читал название этой станции, он тяжело вздыхал, садился вот так, и опять поезд ехал дальше, и опять следующее замедление хода, следующая станция, и он опять быстро смотрел в окно и так далее, и когда вот этот человек, который наблюдал эту картину, он говорит, я обратился к этому пассажиру, и говорю, извините, говорит, просто я вот наблюдаю за вами, вы ведете себя как-то странно, вы на каждой станции читаете название, потом тяжело вздыхаете, и поезд едет дальше, в чем дело? Он говорит, на каждой станции я убеждаюсь в том, что я сел не на тот поезд, он говорит, так почему вы не выходите? почему вы не выходите? Почему вы едете дальше и дальше от той цели, куда вам нужно идти? И я думаю, многие люди подобны этому человеку, на многих станциях, подобных этому собранию, они понимают, что они едут не в том направлении, и поезд их жизни приближает их к аду, к вечной разлуке с Богом, они это понимают, они тяжело вздыхают, они соглашаются, но едут дальше. Друзья, не делайте этого. Сойдите сегодня с этого поезда, который везет вас в бездну и в погибель. Остановитесь, прислушайте к голосу Духа Святого, откройте свое сердце, и мы сейчас будем слушать пения, которые будут петь наши хористы, и во время пения, чье сердце тронуто любого ее Отца Небесного, кто действительно хочет изменить свою жизнь, кто хочет стать под струей крови Христовой, кто хочет получить прощение грехов, кто хочет не просто видимо, но фактически быть в объятиях Отца и наследовать жизнь вечную, кто хочет не только называться, но быть сыном и дочерью Отца Небесного от имени Господа. Я хочу пригласить вас, пройдите сюда вперед, братья-служители тоже пройдут туда, и вы сможете, не надо это громко делать на все собрание, вы сможете один на один помолиться со служителем, вы можете открыть свое сердце, и вы скажете, я виноват, я виноват, я согрешил, и Господь простит вас, и вы помолитесь вместе с братьями-служителями. У кого есть побуждение, друзья, выходите вперед для молитвы покаяния. Аминь.